Обследовать пещеру. Давайте попробуем это сделать. В пещере надо найти что? Контрабандитский схрон. Следуйте к этому месту и проверьте там он или нет. А, так это нам еще оказывается и надо спускаться к контролеру. Если он там, конечно, будет. Дробовичок, от которого мы с трупа нашли. Возможно, так или иначе мне поможет. Далее у нас есть автомат, конечно же, тоже из начала игры. К нему очень много патронов. Прицел, ну, в принципе, удобный более-менее. Так что я думаю, даже если там какой-то контролер, то давай его, наверное, с дробовика разнесем. А ну-ка, уходи ясь. Да. Ну, давай. Отлично, отлично. Успокойся даже один раз. Лишний выстрелил, но это от нервов. Тем не менее, контролер уничтожен. Тут мы видим парочку анабиотиков. Труп какого-то долговца, между прочим. Это уже серьезно. Тебя обыскивать можно? Обыскивать его нельзя. Какие-то еще медикаменты и еда. Угу. Ну и самое главное, я полагаю, тут что? Ну, почему-то метка стоит конкретно вот тут. Ну, я думаю, надо вот этого человека обыскать. Это у нас NMI долг. КПК. КПК долговского скаута. Основные данные заблокированы. Последняя доступная запись. Времени расписывать нет. Нет. Запомни координаты и уничтожь эту запись. Черт его знает, в чьи еще руки она может попасть. Я нашел его. Это не шутка. За мной идут по пятам. С самой Припяти. Еле вырвался из этой мясорубки. NMI, ты знаешь, что тебе нужно делать. Не тяни. Оно того стоит. Что нашел? Кто нашел? Непонятно. Флешка. С информацией о личном тайнике долговского скаута NMI. Для идентификации тайника необходимо использовать. Ну и пистолет, в принципе, тоже можем забрать. Все? Ну нет. Тем не менее, у нас тут отмечается. Обследуйте пещеру. Секретные микросхемы. Где-то тут должен быть схронка трабандистов. Но я тут ничего не вижу, ребят. Флешку вроде как мы можем использовать. И у нас появится отметка какая-то. Хабар NMI. Да, появилась. Похожая схема тайников где-то была реализована в каком-то другом моде. Но я его не помню. Только что что-то было тут написано. Контейнер закрыт. Необходимо два ключа. Отыщите специальные ключи и вскройте контейнер. Ты прикалываешься? А где же мне их найти? Никакой наводки? Никаких подсказок, где искать? Необходимо найти два ключа и забрать находящиеся в контейнере оборудование. Местонахождение ключей придется выяснить самостоятельно. Возможно, кто-то из группировок интересуется подобной же информацией. Ага. Это ты мне что, рекомендуешь идти к долговцам свободовцам и прочим? У меня тут засада не организовалась. Ясно? Я понял. Это действительно были бандосики. Ребедня, вы как-то меня встретили совсем уж грубо. И остался вроде как последний. Смотри, экзу-скелетник тоже готов. Ну и теперь обыскиваем ребят, соответственно, забираем то, что у них есть. Ух ты! Армейская аптечка мне надо. Да и вообще, в принципе, довольно-таки богатый у них по хабару. Ну этот, я так понял, был главный из нападавших, потому что он в Экзике. Что у него? Фугасная ручная граната, ну и в принципе все. Ничего интересного. Но однако же мы с вами понимаем, что не только мы охотимся за добром. Тут у нас еще и вот такие люди. Мы с вами нашли всякие там КПК, не КПК. И я думаю, что с этим нам надо идти к долговцам. Долговцы у нас на Шевченко, поэтому направляемся мы конкретно туда. К сожалению, у меня минус по деньгам. Я буду ждать, наверное, какой-то награды, пока мне дадут, чтобы у меня выровнялся этот минус. Вот так как-то разработчики не предусмотрели, что кто-то попытается при недостатке денег кто-то квест выполнить, да, и отдать 3000 рублей, когда у тебя их нет. Но если случилось то, что случилось, у меня минус деньги. Автомат, пожалуй, себе оставлю, АКМ пригодится. Тут есть тоже какой-то долговец. У него можно что-то спросить, чем занимаешься. Можешь отвезти. Но он меня не сможет отвезти, потому что у меня нет денег. Скорее всего, направляться нам нужно конкретно к прапору. Он тут главный долговец. Прапор сидит около костра. Я нашел КПК одного из ваших бойцов. Вот, взгляни. Его труп неподалеку от сгоревшего хутора в одной из пещер. Не знаю, что его убило. Следов насильственной смерти я не обнаружил. Спасибо тебе. Он пропал три дня назад. До этого я его отправлял по вопросу поставки груза со станции Янов и переброски сюда дополнительных сил. Похоже, ему так и не удалось выполнить свою задачу. Странно только, почему он оказался в этих пещерах. Они ведь совсем в другой стороне. Ну ладно, разберемся. Вот, возьми немного денег, сталкер. Это за помощь. Благодарю. Я думаю, вам удастся понять, что с ним произошло. Успехов. Это все? Ради 500 рублей? Ну, из минуса, да, потихоньку выходим. Можно узнать, какая основная задача твоего отряда. Далее я спросил прапора, какова цель пребывания его и его отряда на затоне. На что получил ответ, чтобы не допустить войны со свободой. Также отряду Долга не удается связаться со своим командованием на Янове, что-то глушит сигнал. После чего я предложил прапору помощь, и он с радостью ее принимает. Рассказывая, что вчера ночью они потеряли связь с местным разведчиком, и скорее всего он умер. Мне же следует сходить до предполагаемого места смерти Долговца и поискать возможные зацепки. В одиночку идти опасно, поэтому со мной пойдет сталкер из группировки Прозрения. Знать, что тут появился? Это некто Прозрений Скорсар, с которым мы пойдем на задание. Вот он. Ну здравствуй, сталкер, меня зовут Корсар. Я думаю, прапор тебе уже объяснил суть дела. Зови меня Нарсул. Долговский командир сказал, что мы должны попытаться отыскать его человека. Да. Разведчик пропал сегодня ночью. Никаких следов. Но все равно нужно проверить. Пойдем обходить маршрутом вокруг судна. Обследуем окрестности. После выйдем к точке связи. Возможно, Прозренцы тоже подсадят с поиском. Дальше по обстоятельствам. Ясно. Почему ты помогаешь Долгу? Это не имеет отношения к делу, сталкер. Просто держись рядом со мной и постарайся прикрывать мне спину. Если удастся что-нибудь найти, потребуется решить еще одно небольшое дело. Надеюсь, ты не будешь против небольшой прогулки к портовым кранам. Смотря зачем. Лишний раз светиться вблизи базы свободы не горю желанием. Твое право. Но все же придется. Ладно, выдвигаемся. Позже объясню, в чем суть. Как скажешь, двигаясь за тобой, найти какую-то зацепку. В общем, ситуация такова на этой локации. Постоянно пропадают сталкеры разных группировок. Грешат эти разные группировки друг на друга. Буквально все тут уже на грани и чуть ли не полицы друг к другу уже готовы. Особенно Долг и Свобода. И надо как можно быстрее выяснить, что же произошло. Что стало причиной исчезновения многих сталкеров, многих бойцов различных группировок. Иначе прольется кровь. Мой напарник что-то навострился. Идет в приседе как будто. Не хочет, чтобы его заметили. И я тут иду. В полный рост с включенным фонарем. Эй, здрасте, снайперы. Но пока мы ничего не нашли. О, я вижу, кажется, труп. Я пойду его обущу, да? Могу или нельзя? Это Долговец с мёртвой. А ну-ка. Рядовой горлевой. С артефактом даже и с автоматом. Ага. Артефакт мне пригодится, кстати. У меня как раз радиация. Ну и чего? Никаких слов ты мне не скажешь? Ничего? Просто выбаляется мёртвый Долговец? Ладно. Ну это тот самый Долговец, видимо, да? Которого послал прапор. Жалко, пацана. Но его артефакт мне сослужит хорошую службу. Хм. Опять тот больной Свободовец в меня стреляет. Всё-таки мне кажется, это Свободовец, да? Чё делай? Смотри, гад. Как меня задрал Толговец, он же в меня стреляет. Алё, а чё я с ним должен сделать? Убить его? Я могу. Ну тут этот дурак просто встал и стоит. Ты серьёзно? В него ещё и кабан бьёт, а ему вообще пофигу. Встал. То есть я типа с тобой поговорить должен. Ну, скорее всего, да? Ага. Получите дальнейшие указания. Как я их поучу? В меня стреляет этот дурачок чокнутый. Я его сейчас пойду убью. Мне всё равно, как дальше будет развиваться событие. Если разработчики его тут поставили, он мне мешает играть, то чё я с ним должен делать? Смотреть на него? Ага. Хэдшот. Всё, пошёл он в задницу, ребят. Я не знаю, блин, кто эту систему придумал, что вот он будет стоять тут и везде меня стрелять. Я должен получить дальнейшие указания. Ой, чёрт, разведчика мы потеряли. Ребятам спасибо, что они дали наводку. Где его в последний раз видели? А то так и кружили бы в этих камышах до скончания веков. Но есть задача теперь. Скаута просто убили, это очевидно. Огнестрел аккурат посредил лба. Из-за чего так думаешь? Я не нашёл ни гильз, ничего в округе. Следов практически нет, ты прав. Но характер раны таков, что лично у меня не остаётся сомнений в том, что работали спецы с бесшумным автоматом ВАЛ. Только откуда здесь смогли взяться такие спецы? Может, наёмники? Вполне логично предположить, что они... Не уверен, но возможно. Вариантов много. Ладно, осталось ещё одно небольшое дело. Ты как, с мутантами дружишь? Нужно уничтожить тут одну тварь. Мои сокланцы сообщили, что засекли химеру в районе портовых кранов. Нам она ни к чему. Справишься в одиночку? А я пока выйду на связь и доложу прапору о том, что удалось выяснить. Получу дальнейшие указания. Нет, конечно, если ты отказываешься идти один, говори, вместе пойдём. Я справлюсь, будь уверен. Химера сильный противник, но я не боюсь. Это правильно. А про страх не ври. Все боятся. И ты не исключение. Ладно, давай аккуратнее с ней. Парни сказали, что матёрая тварь. Не подведу. Вот так вот, значит, мне сейчас предлагают идти мочиться с химерой где-то в районе портовых кранов. Могу, что теперь мне ещё остаётся. Ну и плюс ещё того, человека мы обыщем, которого я уничтожил, который тут стрелял со своей снайперской винтовки. Кстати, он тут, может быть, не один был, кто знает. Это бешеный свободовец с СВДшкой. И у него есть даже граната. Вот это да. СВД неплохого состояния. А, ну, кстати, я же могу сдавать этому технику различное оружие. Он его разбирать будет, и я там какие-то запчасти буду получать, и всё в этом духе вроде как. А, химера-то тут, что-то я немножко попутал. Портовые экраны в другой стороне. Ножечками её почикаем, да и всё нормально будет. Так, химера уже тут, я её вижу. Стой, собака! Ха, хотя какая она собака. Блин, а как, думаете, ножом получится? В некоторых модах ножом ваншотится практически все мутанты. Сейчас попробуем. Опа! Ты где? Ничего себе, она убила, чувака! Вон она. Так, подманиваем её сюда. Иди ко мне. Не, на самом деле, это не самое лучшее место. Вот сюда нужно её приманить. Ух ты! А ну-ка! Так, я ей по булке дал, нормально. Теперь надо её, ну, вот, ну, всем известна эта тактика. Когда ты стоишь. Эй, дура, я тут! Ты куда пошла? Иди ко мне. Ага. Опа! Да ладно. Расплата крови и следовательный призыв о помощи. Помоги, я ранен. Какая-то тварь, а, сталкер. Не понял, какой призыв о помощи? Где? Вот тут, совсем рядом. Погнали. Нормально, я её пару раз стюкнул. Пару раз шмальнул. И всё дело в шляпе. Подожди, это мой, что ли, дружочек? Алё. Да, корсар. Помоги, зацепила меня тварь какая-то. Я не понимаю ничего. Что произошло? Не знаю, глушила меня. Потом эта боль. Подожди, сейчас посмотрю. Чёрт. Болотный доктор живёт совсем неподалёку отсюда. Подожди, я сейчас переведу его. Нет, только не его. Я прошу крещику на Скадовск. У него есть всё необходимое, только быстрее. Хотя нет, стягивай их, Зу. Легче дотащить будет. Исключено. Транспортировки ты не выдержишь. Хорошо, я постараюсь доставить рещика сюда. Разболотный тебя не устраивает. Хотя, не в том положении сейчас выёживаться. Ты не понимаешь? Потом, только помоги. Я скоро, рану зажми посильнее. Ага. Чё-то у меня такое чувство, что мы вернёмся, а он уже будет того. Ну, вы поняли, да? К рещику. Да чё ж так все болотного доктора не любят? Ну, хотя, знаете, я вчера с ним пообщался. Я даже серию так назвал, да? Болотный доктор сошёл с ума. И мне правда кажется, что он сошёл с ума. Какую-то он чушь несёт. Чего-то там. Как Ной он стал. То есть, ну, скорее всего, значит, Ной был нормальным мужиком. А сошёл с ума, когда поселился на барже. Точно так же с болотным доктором. Он вроде во всех модах в оригинале нормальный мужик, адекватный. А как поселился на барже, всё, крышка съехала. Рещик, помоги, моего напарника ранило. Он здесь, неподалёку от старой баржи, его не дотащить. А чего ты ко мне, а не к болотному? До него там черепаха за пять минут доползёт. Не знаю. Мой напарник прозрениц-корсар. Он не захотел, чтобы я его к доктору нёс. А, прозрениц, значит. Ну, тогда всё ясно. Тут уж извини, но я тоже не пойду. Тебе придётся в одиночку его вытаскивать. Да вы совсем офигели, что ли? Пока я тут бегаю, он уже давно окочурится. А тебе-то не плевать. Подумаешь, в одну ходку вместе пошли и его убило. Ладно, вот, возьми специальный медицинский комплект. С его помощью можно и покойника с того света достать. Только смотри, не переборщи со стимуляторами. А то были случаи, что с переломами обеих ног люди добегали чуть ли не до кордона. А через сутки дохли от сердечного приступа. И на этом спасибо. Окажите помощь Корсару. В общем, какой-то я там получил медкомплект. Совершенно безвозмездно, причём, как я понимаю. Но у меня опять-таки, я же говорю, плохое предчувствие. Я сейчас приду, его там не будет. Хотя точка отмечается. Применить медицинский прибор, ага. Диагностика. О-о-о, это что такое? А куда тыкать-то? Пульс. А это что, я должен вводить? Я что-то не понял прикола. Осмотр. Ага, он сам всё определил. Пульс слабый, лучевой, ага. Температура тела норма. Что странно на самом деле. Ну ладно. Закрыть. Справочник. Анальгин. А что, это я должен что-то применить сейчас? Да ладно, это я всё не хочу читать и потом что-то применять. Ребят, давай мы просто, короче, рандомно понатыкаем. И как-нибудь его вылечим. Влечение. Выполнить. Ага, всё само применилось. Закрыть. Вернитесь к Шевченко. В смысле? Ты что, умер, дед? Корсар, прости. Что я тебе там вколол такого, что он объехал? Походу я ему дал этот... Не знаю. У него нет температуры, а я ему дал что-то от температуры. Блин, слушай, а что делать-то? А его можно спасти как-то? Речник не пришёл, но он дал средства, чтобы оказать тебе помощь. Потерпи ещё немного. Ага. В общем, надо знаете что? Выбрать препараты. То есть один, это бинтовая повязка. Это препарат Трамал, препарат Диоксидин, препарат Цифран. То есть это всё там надо было прочитать. И... С ума сойти, короче, выполняем. Закрыть, закрыть. Вроде живой. Чёрт, Нарсул, благодарю тебя от души. Ты реально вытучил меня с того света. Губу не раскатывай. Сейчас вернёмся. Ты должен отслежаться несколько дней и срочно показаться медику. Да, понял я, что на стимуляторах меня вытягиваешь. Ты сам как, химеру уничтожил? Да. Тебе удалось выяснить то, что ты хотел до того, как тебя ранило? Удалось, поэтому и ранило. Ладно, давай не об этом сейчас. Двинули к базе. Тебе нужно доложить прапору о том, что удалось разузнать. Согласен, пошли. Ага, вот так вот. Ну, конечно же, я воспользуюсь подсказками, потому что с ума сойти там всё это угадать. А уж очень хочется мне этого человека спасти, а то его кровь будет на моих плечах. На моих руках, вернее. Так, и что ты тут-то сел? Тебе нужно туда, внутрь зайти. Тебя тут могут убить, дед. Не-не, ну ладно. Пойдём рассказывать прапору всё, что тут произошло. Задание выполнено. Отлично. Ну что, удалось отыскать разведчика? Только его труп. Убит выстрелом в голову из бесшумного оружия специального назначения. Весело. Что ещё необычного заметил? Корсара ранило какое-то существо. Так и не поняли с ним, что это могло быть. Но мне удалось его спасти. Резчик подсобил. Это всё? Или может ты ещё что необычного заметил? Да. Корсар не захотел, чтобы болотный доктор оказывал ему помощь. Что? Он что, с ума сошёл? Это очень странно. Ладно, Нарсул, спасибо за помощь. Извини, но больше отблагодарить пока не могу. Молодец, что Корсара вылечил. Про разведчика мы приняли, это к сведению. Про Корсара тоже. Разберёмся. И поблагодарим. Слово долго. Ага, всё? То есть данное задание закончено, я так понял. А что же у нас теперь ещё осталось? Это собрать кучу артефактов для полыного слитка. Отыщить кон... Ага, отыщите специальные ключи и откройте контейнер. Где же мне их искать? Подожди, так он мне ничего и не говорит по этому поводу. Мы же к нему только ради этого пришли. Решил я тут заглянуть на базу так называемых прозренцев, которые находятся у нас на станции переработки отходов. А конкретно вот к этому человеку по имени Имарахиль. Господи, спаси и сохрани. В диалоге с главой прозренцев я попытался выяснить цель их пребывания на Затоне. Одной из главных целей было обозначено узнать причины неудачи кланов Долги Свобода в противостоянии с Монолитом. Далее мне было предложено поработать на группировку Прозрения. А именно, во время прорыва к центру зоны на Затоне была сформирована колонна военных, которые должны были ударить монолитовцев с тыла. Но что-то пошло не так, и колонна была уничтожена. Остатки колонны можно найти на мосту Преображенского. Нужно попытаться найти следы произошедшего там. Также стоит осмотреть вертолет на одном из плато. Значит так, отправиться на мост имени Преображенского и первым делом что-то найти там попытаться. После чего отправиться к Глухарю на Скадовск и пообщаться с ним, как можно там на какое-то плато попасть. Ну, все понятно. Не понял. Это Свобода? Обалдеть, они уже оттуда по мне стреляют, ты прикинь? Смотри, охренеть! Это кто у нас вообще? Это Свобода, депутат. Ты что, поехавший? Как они надоели, эти Свободовцы? Ходят, блин, стреляют со своих снайперок. Ладно, давай пообщаемся с тобой на языке свинца. Есть у меня тут немного патронов бронебойных. Ага, первый готов. Там еще какой-то мертвый. А, так ты еще и кого-то из наемников убил? Он что-то стрелял в ту сторону, говорит, все, лег. Красавцы, они, блин, еще и наемники... Ой, это же не наемники, алло, это Прозренцы, ты что, дурак? В общем, еще один депутат готов. Вернее, еще один Свободовец. Сникнем им депутат. Ну и остальных ребят тоже обыскиваем, забираем все все ценное. Однако же там тоже кто-то, что ли, есть? А ну-ка. Но я не вижу никого. Еще один со СВДшкой, блин. Правда, эти две СВДшки убиты, и придется их выкидывать, скорее всего. В общем, надо найти какие-то ключи. Правильно, правильно, ищем. Мы помним из оригинала, где примерно лежат ключи? В машинах. Три человека. Только не говорите, что это долговцы какие-то. Ого, куча патронов для меня. Это мне очень надо. Опа, все понятно. Ай-яй-яй-яй, вот это интересно. Вообще ужас какой-то. Сквозь текстуры ходят гады. Тут еще один долговец. Тоже был красный, кстати говоря. Да что ж такое-то? Почему они для меня красные? Уж долговцы-то. Они же должны знать, что я с их ребятами там заодно, и все в этом духе. Но пока вроде все, пока чисто. Ладно, вроде разгрузился маленько. Сломанное выкинул. Опа, документики. Что за документы? Внутреннее распоряжение 423. Понял, забираем. Это случайно не то, что в оригинале? Вроде как. Так, и тут необходимо два ключа в этом контейнере. Да что ты будешь делать? Ну и в самом начале практически моста машина. В ней-то мы и находим ключик. Ключ А. И два документа. Приказы и распоряжения забираем. Игрушка маленько подвисла. И скорее всего теперь нам надо вниз идти. Потому что внизу тоже какой-то там лежал. Транспорт еще в оригинале. Я думал хоть перепрячут. А тут оказывается как в оригинале оставили. А, было больно. Но я упал. Смотрим тут. Тут тоже есть распоряжение. И ключ. Ключ Б. Вопрос. Нам теперь нужно контейнер наверху вскрыть? Или это к какому-то другому контейнеру ключи? Сейчас проверим. О, ворона из-под земли вылетела. Вот, открываем. И тут мы находим папка с документами. И ключ С. Обычный на вид ключ необходимый для вскрытия первого внутреннего замка военного переносного сейфа. Понял. Аж игрулька подвисла. Что-то она часто подвисает. И это скорее всего первый ключ. А нужно где-то два. Ну, я так предполагаю. После этого нам сказали вроде как да. К местному старателю пойти на скаловск. И пообщаться уже непосредственно с ним. Может там еще попробовать на лесопилку забежать? На лесничество то есть. Может там какие-то нейтральные ребята будут? Да, тут действительно нейтралы. Это база свободы что ли? Пацаны, чё это ваши в меня стреляют? А ну-ка стой, мэн. Что за фигня? Куда летим? Неужели через нашу базу? Не знал, что у вас тут база. Слушай, я просто хабар здесь свой спрятал. Можешь пропустить? Или да, просто мимо пройти хочу. У меня тут нет хабара. Ну так и иди отсюда. Что смотришь? Проваливай. Понял, ухожу. Ну, я не буду грубить. Мало ли там как бы силы то не равны. Их 12 человек, 13. Целая база в общем-то. А этот один. Если они для меня станут врагами, это, конечно, хорошим не кончится. Хотя они и так в меня, блин, стреляют. Некоторые. Здравия, сталкер. Особо здесь не шуми и рот не раскрывай. Понял, да? Иначе хлопот на свою задницу не оберёшься. Доброго тебе глухарь. И тебе не хворать. Зачём пожаловал? По делу одному. Тебе что-нибудь известно про восточное плато? Знаешь, как туда попасть? Это то, где сбитый вертолёт недавно покоится? Нет, не недавно, а довольно давно. Но тоже вертолёт. Эх, так это не ко мне вопрос. Мы с ребятами и так уже всю голову сломали, пытаясь вычислить, где этот телепорт, который ведёт на плато. Телепорт? Неужто нет другой возможности попасть туда? Сталкер, ты чё нас совсем за дурачков держишь? Если бы знали, как туда по-другому добраться, уже бы давно вы подрешили всё оттуда. Но неужели ничего нельзя сделать? Почему? Можно. Сходи и упади в ножки болотному доктору. Может быть, он расскажет тебе, где телепорт. Так он в курсе. А почему тогда остальные не знают? Мне кажется, что или телепорт рукотворный и болотник как раз тот, кто может его контролировать. Или же всех, кого он проводит к нему. Поклялись не рассказывать об этом месте. А ну, знаешь ли, обманывать легенду зоны как-то себе дороже. Не дай бог прогневать Диму Шухова. Ясно, спасибо за наводку. Да хранит тебя чёрный сталкер. Опять болотному доктору. Тебе что-нибудь известно о дороге к упавшему вертолёту на восточном плато? Известно, путник это мне. Я знаю, где место телепорта к нему. Здесь есть. Только там дорога долгая к нему. Так приведёшь меня к этому телепорту? Не уверен я в тебе. Но не буду отказывать. Все, кто просили меня указать дорогу, узнали о ней. И всех, кто попытался после обмануть меня, настигла смерть. Так что выбираешь, нужно тебе это или нет. Я никому не выдам вместо телепорта. Пойдём. Какой-то больной дед, он как будто, знаешь, боится, что все расскажут вместо телепорта. И что к нему никто не будет ходить в гости. Да, мы поняли. Ну и конечно, мы с вами на сгоревшем хуторе, да? Ааа, где же ещё? На пепелище аномалии. Ну и что? Ля, это просто какая-то новая моделька. И переписанные диалоги надетые на Ноя. Он даже сейчас сказал, как Ноя, стылили за мной, там всё в этом духе. Ясно. Пока, дед. Дед, ты что делаешь? Осоромись. Ясно. Ну погнали, я готов. Так, вы запомнили, как он шёл? Я, если честно, не особо. Да ладно, пройдём. Да ты чего, успокойся. Ай, ой, ай. Тихо. Так, вроде бы тут надо прыгнуть и... Ага. Это что был только что за бред? Да. Только что по ушам моим жёстко трезвонил. Я ещё и сильно убавил этот звук, потому что это вообще жопа какая-то. Ладно, побежали. Сейчас на меня всякие, наверное, выбегут. Снорки. Тут ещё и трупы какие-то есть, которые тоже, скорее всего, надо обыскать. Да, я уже вижу снорков. Вот и вертолёт. Давай, наверное, первым делаем трупы. Обыщем. Это просто военные. Ой. По-моему, их было три как минимум. А я только двух убил. Да что ты будешь делать? Хватит меня пугать, скримеры. Смотри, они ещё сильное кровотечение делают. Я чуть не умер. Ух ты, АЕК. АЕК имеет больше урона, но чуть пониже точность. Ну, точность не самое главное. Ну и, конечно, скорострельность бешеная, но скорострельность мне особо-то и не нужна. У него есть ключ. Ключ Д. На вид ключ необходимый для вскрытия внутреннего. Ага, ну понятно. Думаете, это то самое? Может быть. И ещё один труп. Опа, это монолитовец. Сталкерская записка. Небольшой отрывок бумаги, обычно содержащий некоторые записи в бродяг зоны. Можно найти сталкерских схронных и у самих обладателей. Для ознакомления нужно нажать использовать. Понятно. Плюс флешка этого монолита в цели, да? Угу. Ну, СВДшка слишком убитая, уже брать не будем. Ну и понятно, давайте используем флешку. Может, тут рядом где-нибудь тайник? Ну да, относительно рядом. Так же что? Так же какая-то там записка, которую можно прочитать. Сталкерская записка. Путешествие. Ну, кому интересно, ставим паузу, читаем. Я, если честно, особо не хочу всё это пересчитывать. Ибо диалогов тут и так море. Ну идём. Теперь непосредственно к вертолёту. Опа. Изучить модуль? Закрыть. На один кейс с Рюгер кого-то там. Бортовой самописец. Куда это теперь дело? Это теперь прозренцем. Плюс там тайник. Того самого монолитовца заберём. Подожди, так, труп монолитовца, так может быть, это... Он сбил всё-таки вертолёт военных? Вот этот вот, по крайней мере. Не тот, который... Не те, которые наши были в операции факела. А вот... Не знаю, посмотрим. Так, по поводу тайника. Где он примерно находится? Написано? Юго-Восток завод по переработке. Нет, не написано где наверху внизу. Поэтому будем сами угадывать. Ага, то есть его тайник просто вот валяется, как бы, посередине комнаты, и никто его не хочет обыскать? Блин, ну хотя бы могли как-то антураж создать, что это действительно тайник, а не просто какая-то шляпа, которая лежит, и никто её не видит. Ладно, ладно, ладно. Находим вот такой замечательный тайничок. С мешочком с деньгами, а нам надо. Используем и... Ого, да что же мой минус-то никак не уйдёт, а? Далее, детектор Сварок. Немного, немало, прикинь. Прыгаю сразу сотколько на Сварок. Артефакт. Чёрная душа. Проведение селекции невозможно. Понятно. Радиацию плюс шесть даёт. А это плохо, потому что у меня Медуза минус два. Беретта, подствольные гранаты и АУК. Немного, немало, ты представляешь? АУК лучше по урону. Лучше чуть-чуть. Ну-ка. Ну, прицел, в принципе, даже неплохой. Есть результат, Имрахиль. Ты был прав. Ну так что там у тебя? Выкладывай. Мне удалось найти кое-какую информацию среди разбитой колонны бронетехники. Кроме того, я побывал на месте падения одного из вертолётов. Ссыл коалиции. Который был сбит в то же время. Его чёрный ящик также у меня. Превосходно. Давай его сюда. Забирай. Что думаешь предпринять дальше? Нам нужно провести исследование собранных сведений. Это в первую очередь. Дальше будем решать, что предпринимать. Нам желательно доставить всё это на нашу базу. Как посчитаешь нужным? Да, ещё один момент. Когда я обыскивал машины в колонне, то был атакован сталкерами долга и свободы. Что можешь об этом сказать? Что? Должники и свободовцы напали на тебя? Что стало с их людьми? Хех. Догадайся. Раз я жив, значит они вероятнее всего нет. Не правда ли? Мне пришлось ответить им. С чего они решили напасть на меня? Не знаю. Но это сильно усложняет нам жизнь. Ни к чему хорошему это не привезёт. Я заметил. Думаю, что эти кланы не желают, чтобы найденная там информация попала в чужие руки. Мда. Конфронтации с ними сейчас нам ни к чему. Возможно это было чьей-то провокацией. Возможно. Но всё равно лучше взять на заметку. Так что с моим откатом? Хорошо. Ах да оплата. Думаю 5 тысяч будет в самый раз. Да ты смеёшься? Вы тут столько уже без дел торчите. А я за пятак буду на пузе под пулями ползать. Либо эм нет, не пойдёт слишком мало. За непредвиденные обстоятельства накинуть ещё нужно. Ну давай менее бодловатый вариант второй выберем. Хорошо, 7 тысяч. Да ты чё? Совсем с дуба рухнул. Минимум 10. Ну и скупые вы ребята 10. Это моё последнее слово. Не пойдёт. Десяточка как минимум. Ладно, уговорил. На, получи и распишись. Доволен? Вполне. Постарайтесь переварить все эти сведения. Как можно скорее. И не предпринимайте необдумных действий. Ещё войны с долгом и свободой сейчас не хватало для полного счастья. Мы разберёмся. Спасибо за содействие. Как только ситуация прияснится, с тобой свяжутся. Да хранит тебя чёрный сталкер. Взаимно. Ага. Вот так вот, ребят. Квестик выполнили. Теперь у нас осталось два ключа, с помощью которых мы можем вскрыть тот самый контейнер, я думаю. Ещё и есть сварок. Уж и остальные тайники тоже есть смысл лутать. Вообще данный мод довольно-таки короткий. Я посмотрел, там по идее он должен выйти не больше 8-7 серий. Ну и конечно если я буду растягивать. А я стараюсь всегда побыстрее пройти. Идём в пещеру. Пещера тут где-то. Ну да, нам далеко идти. Так вот. Думаю можно вообще в 6 серий уложиться. Такие дела. Есть такие у меня подозрения, что в этот раз... О господи, я как будто не бегу с оружием, а как будто я не знаю там... Ладно, каждый сам догадается. Мне кажется сейчас на меня опять кто-нибудь нападёт. Пробуем открывать. Угу. Контейнер. Кейт с микросхемами и прочим оборудованием. 12 килограмм, ничего себе. И... И вроде никого. А это мы должны отнести к кардану. Чу. Без проблем. Я достал груз, который был найден диггерами. Ты был прав, он действительно военный. Отличный Нарсул. Давай я его мне сюда, буду изучать что-то. Бери. Ну так что насчёт незначительного отката от будущей сделки? Да-да, как я обещал. Вот, думаю, я тебя не обидел. 14 с половиной. Не обидел. С тобой приятное имя дело, друг мой. Я уверен, что эти сведения были не единственными, которые здесь оставили военные. Вот только почему прозренцев это так интересует? Выполнено. Хорошо, что у нас там ещё есть по заданиям? По заданиям это два общих задания. Это вообще какое-то сумасшедшее задание, но я думаю, я уже могу искать по аномалиям ходить, потому что у меня есть детектор классный. Но это тоже общее задание. То есть по факту сейчас особо заданий-то и нет. Может ещё есть какие-то поручения? Это пожалуйста. Мне нужны инструменты, а времени нет на поиски. Техника такая штука, постоянно требует моего внимания. Так что если принесёшь толковые железяки, покажу, что такое настоящая модернизация, и копейку-другую выручишь. Ладно. Ну и водку ему можно предлагать. Искать какие-то там железяки. По деньгам я наконец-то из минуса вышел, у меня теперь 24 тысячи. У него что можно купить? Может купить новые автоматы всякие. Потрошки, не потрошки. Взамен ему тоже кое-что продавать. Хотя на самом деле сумма такая себе. Ну и например, он вот этот автомат не покупает. Я его могу отдать. После чего сказать ему, смотри, сейчас у меня три детали. Я принёс тебе бесхозного барахла, я рад. Теперь у меня три детали. Ха! В смысле? Ну-ка, может мне надо перезайти, типа? У него всё равно три. А как это понимать-то? Ничего не изменилось. Пожалуй, пока я себе всё-таки калаша оставлю. Ибо патронов к нему у меня очень много. Тогда как каугу мало. Ну и в принципе бумажки не нужны. Если тут есть, тоже бы их убрать. Думаю, тебя заинтересуют документы на мосту автоколонны. Не, пока не буду давать их. Есть работа. Нужно провести исследование радиочастоты передатчиков в лагере прозрения. Настолько сложно. Не, слушай, пока в следующий раз. А прозрение для меня врагами-то не станет, если я помогу им? Ну, если я помогу, сычу. Чё-то не знаю, страшно. Ну что, может сходим до аномалий каких-то? Просто проверим, что может там попасться. Нам ведь нужен целый там набор всяких крутых артов. Осколок неба, оч... То есть око там, всякие такие, да? Так, ну что? Я подошёл к аномалии, земснаряд. И там как бы... А, на, вот красной точкой, значит, отображается артефакт. Не очень удобно, конечно, что красной точкой так же и огненные аномалии отображаются. Но они как бы не точкой, они пламенем, но... Честно, хрен различишь. Итак, первый артефакт есть. Это что-то такое непонятное. Второй тоже есть. Где он? Вроде подобрал. Ну всё, отсюда, наверное, можно уходить. Не, ну это прикол, конечно. Жарко в воде. Ну это как вообще это понимать? Разрабы-юмористы. Что мы там нашли по артефактам? Это два одинаковых ночная звезда. Серьёзно? Это вообще не то, что нам надо. За тайником, возможно, бы стоило так же сходить. Так, тут тоже есть артефакты, но лезть сюда очень опасно, кстати говоря. Ясно. Вы сами видите, мне лучше сюда вообще не лезть. Проближаясь к наёмникам, я не знаю, можно ли к ним сейчас идти. Вроде нейтралы. Вроде их даже совсем мало. Но я с ними постараюсь не вступать в диалог, а просто за тайником, так скажем. Хотя, может, как раз-таки мне с ними и надо поговорить. А тайник у нас где? Тайник, судя по всему, снизу. А ну-ка. Вот и он. Вы готовы? Угу. Мы нашли второй персональный тайник. Тут два ИРП. Сталкерские записки какие-то. Шипач камень. Ну, такой себе. Ну и новый АЕК. В принципе, ничего прям такого супер-пупер. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok